Всем привет, мои подписчики и зрители моего канала. И сегодня я решил снять для вас историю одного персонажа, и его зовут... ИНВОКО! И мы начинаем! Магия в своей самой ранней, даже можно сказать, самой мощной форме, всегда являлась в основном искусством памяти. Она не требовала техник, палочек или других принадлежностей. И заключением разума самого чародея. Все, что ему было нужно, мнемонические средства, помогающие колдующему вспомнить в полных деталях ту психологическую формулу, что раскроет магическую силу. Величайшие волшебники тех дней были одарены отличной памятью, а сами заклинания были настолько сложные и громоздкие, что чародеи были вынуждены на чем-то специализироваться. Однако даже самые отличные волшебники могли надеяться лишь на то, что они запомнят за всю свою жизнь. Три-четыре заклинания, не более. Обычные маги знали всего два заклинания, так что это не такое уж и необычное явление, когда деревенский чародей знал только одно заклинание. Да и то требовало титанических усилий, кучу подсказок и инструкций, работающих как лекарство от забывчивости. В те редкие случаи, когда это самое заклинание просили продемонстрировать. Но среди всех этих волшебников было всего одно, но гениальное и владеющее огромной памятью исключений. И имя ему Инвокер. Уже в своей юности взрослый не по годам волшебник сумел набить руку на использование не четырех, не пяти, даже не семи, а менее десятка заклинаний, которые он сотворял практически мгновенно. Еще больше он уже и так знал, но просто считал бесполезными. Одно из его заклинаний было такой огромной мощью, что следы от его использования в первые дни создания мира видны до сих пор. Большинство почти бессмертных живут тихо, пряча от мира свой секрет. Но Инвокер отнюдь не тот, кто хранит свой дар в кладовке. Он древний, знающий гораздо больше остальных, а разум которого все еще имеет свободное место для рассуждения о смысле существования. Как и для колдовства, которым он развлекает себя, наблюдая за последними днями этого мира. Имморталити! Если вам понравилась эта история, то напишите в комментариях, на кого бы вы хотели услышать историю. И конечно же ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok